Всем доброго времени суток. Итак, я наконец закончил прохождение диалогии A.Saturn Investigations. По идее, если рассматривать серию A.Saturn в целом, я должен был сначала поиграть в четвертую часть, и только после нее приниматься уже за спин-офф и про Эджворда. Но тамошние события происходят аккурат после третьей игры и перед четвертой, так что будем идти по хронологии событий. Хотя связи между этими играми практически нет. Эта диалогия идет как-то самостоятельно, отдельно. Собственно, как вы уже поняли, это продолжение детективной серии квестов слэш новелл A.Saturn. Только эта диалогия не про адвоката Жар-птица Правдорубова, а про его друга и соперника, прокурора Митсуруги Рейджи, западной версии известного как Майлза Эджворда. Как уже вошло в традицию, в данной серии игр его имя является очередной игрой слов. Только на русский это так просто уже не переведешь. Пишите в комментарии свои варианты, будет интересно посмотреть. В отличие от Феньки, Майлз очень собран, хладнокровен, прагматичен и расчетлив. А в своих делах он рассчитывает прежде всего на свой ум и логику, нежели на авось и блеф. Это также выражается и в геймплейном, и в нарративном плане. Если в основной трилогии был упор на мистицизм с одним конкретным семейством, то здесь все имеет исключительно реальную основу под собой. Ну разве что кроме одной конкретной приблуды. У вашей напарницы будет футуристическая такая вещица, позволяющая с помощью голограммы восстановить картину преступления. Ну и собственно да, в данной делогии будет больший упор именно на расследовании преступлений. Хотя допросы свидетелей никто не отменял, и они по-прежнему присутствуют. И являются немаловажной составляющей игры. Также стоит отметить, что вам здесь дают гораздо большую свободу в перемещении героев. Так что данная делогия еще больше приближается к привычному в России понятию квеста. Вы ходите по локациям в поисках улик и подсказок, или опрашиваете свидетелей. Отличительной особенностью данной делогии является сам Эджворд. Как я уже говорил, он более собран и эрудирован, нежели правдорубен. И осматривая места преступлений, отмечает некоторые моменты у себя в голове, из которых позже можно будет составлять логические цепочки для раскрытия преступлений. В расследовании этих преступлений ему будет помогать немного туповатый детектив Гамшу, уже нам известный, и новый персонаж, девчушка по имени Кэй Ферридей, которая утверждает, что она великий и таинственный вор Ятагарасу, вокруг которого крутится сюжет первой игры. Собственно, именно она орудует тем самым футуристическим девайсом под названием «Маленький вор», который воссоздает места преступлений. Помимо этого, многие свидетели, или возможные подозреваемые, будут скрывать от вас информацию, и вам придется, само собой, их допрашивать. Это работает почти так же, как и в оригинальной трилогии. Нужно допрашивать их о конкретных вещах или предъявлять доказательства, если в их показаниях есть несоответствия. А во второй игре добавили еще одну новую механику — логические шахматы. Вам нужно за определенное время допросить свидетеля о конкретных вещах, пользуясь подсказками, которые они же сами по большей части и выбалтывают. Подвох в том, что у опрашиваемых часто резко меняется настроение, и вам надо тонко и точно выбирать, что и когда спросить. А может и вообще лучше промолчать. Это одновременно и создает напряжение в игре, и придает персонажам больше индивидуальности, и позволяет нам больше о них узнать. В целом, прохождение очень линейно и довольно логично, хотя в некоторых местах игра заставит вас и пиксельхантингом позаниматься, и репу немного почесать, пытаясь понять, чего же она от вас хочет. Признаюсь честно, в некоторых местах мне пришлось лезть в гайд, ибо я никогда в жизни не допер бы, чего от меня и хочет игра. А в некоторых случаях она просто чересчур придирчива. К примеру, в одном деле оказалось, что сцена преступления была сфабрикована, и мне нужно было понять, как на самом деле все произошло. Описывать дословно я не буду, но мне надо было указать, где стояли на самом деле преступники. Собственно, я указал. Но оказалось, что игра хотела, чтобы я указал на столб, рядом с которым они стояли. И вот попробуй догадайся об этом. Однако данная серия славится в первую очередь не геймплеем, а сюжетом, диалогами и персонажами. И, как мне кажется, данная диалогия гораздо превосходит оригинальную трилогию. Во-первых, главный герой. В отличие от Правдинского, Эджворд не является беспросветным наивным дураком. Может, в Японии любят таких протагонистов Яхэзэ, но Майлз мне понравился гораздо больше. Он более собран, ведет себя как нормальный, взрослый человек, хоть и немного чопорный. А самое главное его преимущество, он сам раскрывает преступления, по большей части. Да, ему помогают те же Кей и Гамшу, ну или Рэй Шилдс во второй части, любитель обнимашек, блин. Но большую часть работы делает сам Эджворд. Во-вторых, его, собственно, новая напарница, Кей. Она в разы лучше, чем эта дура Майя. Она может следить за логическими цепочками Майлза, она сама иногда дает дельные подсказки, она не просит пожрать бургеров через каждые пять секунд, и она не такая надоедливая в целом. К тому же, ее не похищают в каждом втором деле. Второстепенные персонажи также стали гораздо лучше. Многие по-прежнему остались ходячими стереотипами, но это относится лишь к мимолетным персонажам, которые участвуют в одном деле и не больше. Но! Обе игры связаны сюжетно. Вторая часть начинается буквально через пару дней после первой, и в обоих играх тела очень крепко связаны друг с другом, создавая единое такое сплошное повествование. Отчего многие персонажи будут встречаться вам на протяжении всей игры или даже двух игр, и развиваться по ходу этого приключения. Яркий пример это прокурор The Best во второй игре. Да, его назвали The Best. Вначале он будет просто ходячим определением полнейшего дебила, не способного ничего самостоятельно сделать, соответственно и сам он ничего додуматься не может. Но при этом он считает себя The Best. Но к концу игры он преодолеет поставленные перед ним преграды, сделает резкий поворот своей жизни и станет весьма способным самостоятельно прокурором. Злодеи в игре тоже в целом не отстают, они все довольно-таки интересные и харизматичные. И тут больше всего хочется выделить Головнюка из первой игры. Просто посмотрите на него. Его жесты, взгляд, манера речи. Вот именно этого не хватает многим клишированным злодеям в играх и фильмах. Так называемого присутствия. Такого просто видишь и понимаешь, что сейчас что-то будет. Он знает, что у него есть власть. Он знает, что вы против него ничего не имеете. И он просто над вами насмехается. Вот таких злодеев я люблю. При этом он не обладает какими-то там суперсилами. И черт побери, какие тут красивые женщины. И я не говорю сейчас про «Воу, смотри, фишки». К примеру, взгляните на Кэтрин Холл и Жистин Кортни. Изящные, роскошные, элегантные. Как будто попал на какой-то средневековый буржуазный балмаскарад, честное слово. Дизайнеры, да и художники здесь вновь постарались на славу. Но не стоит забывать и про композиторов, ибо музыка, которая сопровождает сеть идеологии, также шикарна и отлично подходит ко всем персонажам и ситуациям. Если эта самая ситуация напряженная, то и музыка будет соответствующая. Если на сцену выходит комедийный персонаж, то и мелодия будет задорненькая. И тут надо напоследок обязательно похвалить сценаристов. И смотря на то, что обе игры в первую очередь детективы, тут нашлось место и драме, и юмору. К примеру, в одном из дел вы попадаете на съемочную площадку фильма про Музилу, а в одном деле вам предстоит расследовать давно забытое последнее дело отца Майлза. И в целом это, пожалуй, одна из ключевых линий этой идеологии взаимоотношения родителей и своих детей. Опять же, не буду вдаваться в подробности, я уже и так слишком много наспойлерил. Подводя итог, мне эта идеология понравилась гораздо больше трилогии про Правдика, и я настоятельно рекомендую ее к ознакомлению. Тем более, знание событий предыдущих игр она особо не требует, и вполне сойдет за самостоятельное произведение. Обе игры вышли для Nintendo DS в первой в 2009 году, вторая в 2011. вторая правда только в Японии, но благодаря фанатам, за что им тоже отдельное спасибо, есть перевод на английский язык. Ну а у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, что думаете о сегодняшних играх, рассказывайте о канале друзьям, если есть возможность и желание, поддержите канал, все ссылки вы найдете в описании. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч!